Я в силу определенных обстоятельств очень тщательно отслеживаю сейчас публикации в разных СМИ. Столько конспирологического было накануне нашей встречи, поэтому все, что вы сказали, очень важно. И оно, в общем, отвечает на все те вызовы и настроения в средствах массовой информации. Прежде всего, хочу вас поблагодарить. Это естественно, все это прекрасно понимают. Поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому лично вас благодарю и всех россиян, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Я подробно вам расскажу о том, что происходило. Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируется в средствах массовой информации. Вы человек опытный, не хуже меня, знаете, как можно показать, рассказать и так далее. Ну и потом, в наше время, время информационных противостояний и войн, вы знаете, как это преподносится. Поэтому я вас подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле даже не в Беларуси, а в Минске. Друг познается в беде, я это искренне говорю. Это нам урок не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече Еврозес, прежде всего, ОДКБ. Да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах. Но, как мы с вами по телефону разговаривали еще в начале этих событий в Беларуси, что уроки надо извлекать из всех событий. И для нас тоже очень-очень серьезный урок, который мы с вами, я надеюсь, выдержали. Мы действительно по договору ОДКБ шли ровно. И, учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили. Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками. Но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать любой момент. И, что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрируете, что белорусские границы – это границы союзного государства. И никому не позволено бряцать оружием, там оружием. Что касается договора о союзном государстве, правильно заметили. Мы шли планомерно, постепенно. Наше государство и наши народы всегда будут дружественными народами.